добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос если богу до меня дело но бог создатель этого мира творец этого мира создал все от макро до микро от вселенной безграничной до макрокосмоса конечно ему до всего есть дело но как бы если ему есть до меня дело это не значит что каждый раз за мои поступки добрые он будет меня поощрять медалькой за мои плохие поступки он будет брать меня за ухо и ставить в угол это не реакция бога на и не показатель того что богу до меня есть дело на самом деле это касается наверно только человеческой педагогики мгновенная реакция на все происходящее но бог терпелив долго терпелив сверх терпелив иногда просто удивлению даешься сколько насколько терпелив бог и все это происходит именно потому что ему до меня есть дело потому что он меня хочет тоже научить быть терпеливым и любящим как он относится ко мне так и я должен относиться к другим не потому что он осуждает или оправдывает мои поступки потому что он меня воспитывает и воспитывает у меня именно своим долготерпением когда человек видит свой внутренний мир знает его порочность и греховность знает количество огромное количество неизмеримо не измеримое количество собственных грехов он перестает видя терпение долго терпения божьем перестают осуждать за это ближних своих ведь наша беда она в том-то и заключается что мы смотрим вокруг себя и переставел видеть свой внутренний мир во внутренний мир он простите меня богат такими вещами которые боже упаси наружу показать если человек в свой внутренний взгляд концентрирует на своем внутреннем мире он понимает что та помойка которую терпит бог в этом мире она и есть следствием того что богу есть до меня дело он не просто меня оставил прозябать здесь он ждет когда я на фоне своей собственной помойки научусь терпению и долготерпению которые свойственно богу поэтому богу есть и до меня дело и до соседа дело и вот там выражение про то что куда там бог смотрит это совершенно выражение ну не то чтобы неправильные если бог вездесущий если он находится вокруг меня и в каждой клеточке моего собственного тела значит он понимает что происходит внутри меня и вокруг меня ему есть до меня дело потому что он любящий отец и как мы любим своих детей и нам есть дело для своих детей так и бог любит нас да мы дети не всегда послушные да мы дети сложные со сложной судьбой со сложными внутренними процессами духовными душевными и физическими но тем не менее мы его дети несмотря на то что мне левая ножка короче правый или левый глазик не такой как правый и не так я думаю как хорошо как хотелось бы все равно любит нас даже если мы косые кривые и не совсем правильно сформированные каждый из нас является любимым ребенком божьим поэтому всем нам должно быть тоже до жизни бога так как ему до наших жизней он слышит нас видит любит но не всегда принимает мгновенное решение которые управляют нашей жизни иначе мы просто стали бы роботами помоги господи внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео